В эфире КМТВ, программа «Экспертное мнение», я ее ведущий Дианис Коптарь. Сегодня у нас в студии Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Господин Фурсов выдвинул такой тезис, согласно которому 2014 год в какой-то степени аналогичен 1914. А поскольку в тот год произошла мировая война, то, естественно, возникает вопрос, не думает ли господин Фурсов, что и сейчас мы уже находимся в состоянии войны, а может быть, она грядет. Вот эту тему мы с ним сегодня беседуем. Здравствуйте, Андрей Ильич. Здравствуйте. Вы предложили тему, вам карты в руки. Почему такая параллель? Я не говорю о том, что 2014 год аналогичен 1914. Я бы сказал, он зеркален. Это далекое зеркало, потому что есть очень много сходных моментов. Например, накануне 1914 года существовал некий надгосударственный мировой субъект, который поставил своей задачей развязать мировую войну и решить с помощью войны свои проблемы. Что за субъект? Этот субъект возник в самом конце 19 века. Это наднациональные финансовые структуры, которым не нужны были границы, прежде всего в Европе. Это был в основном англо-американский субъект. Но нужно помнить, что Соединенные Штаты и Великобритания, которые враждовали почти весь 19 век, их очень прочно связал между собой еврейский капитал по обе стороны Атлантики. И без этого капитала, вот этого англо-американского истеблишмента не появилось бы. Вообще нужно сказать, что впервые об англо-американском истеблишменте заговорил в самом начале 90-х годов Сесил Ротс, который реагировал на относительный упадок Великобритании. Дело в том, что Великобритания очень плохо пережила мировую экономическую рецессию 1873-1896 года. И к концу 80-х годов стало уже совершенно ясно, что есть конкурент Германии. Тем более, это не просто экономический конкурент. Германия была научным лидером, немецкий язык был мировым языком. Поднимаются Соединенные Штаты. И в этой ситуации Ротс и те представители финансовых и политических кругов Великобритании, которые хотели сохранить свою позицию, они стали все больше и больше задумываться о том, что нужно англо-американское единство, но, разумеется, под британским контролем. И тогда и была выдвинута идея вот этого англо-американского истеблишмента. Но, чтобы он состоялся, нужна была очень солидная финансовая база. И нужно было поставить под контроль окончательно американские финансы. Вообще, нужно сказать, что почти всю вторую половину XIX века английский капитал пытался поставить финансовую систему США под контроль. И те президенты США, которые стояли на пути, они странной смертью умирали. Линкольн, Гарфилд, никак британцам не удавалось найти себе союзника среди американских политиков. Но, когда произошло вот это объединение англо-американского капитала, совместно они нашли такого президента, который стал выражать их интересы. Этим президентом был Теодор Рузвельт. Очень-очень пробританский президент, точнее так, настроенный на единство Великобритании и США в современном мире. Но Теодор Рузвельт не был марионеткой. А вот следующий президент, потом пришел ТАФТ, затем Вудро Вильсон. Вот Вудро Вильсон был стопроцентным марионеткой. Он немножечко был не от мира сего, типа Джимми Картера, которому зайцы виделись. И Вудро Вильсон сделал то, к чему стремились англо-американские банкиры. Он подписал указ о создании Федеральной резервной системы. И, что не менее важно, он подписал указ о 16-й поправке Конституции США, о подоходном налоге. Без этой поправки Федеральная резервная система полноценно работать не могла бы. Как только Федеральная резервная система была создана в 1913 году, можно было начинать войну, потому что появился фактор, который мог эту войну профинансировать. Для чего нужна была война? Война должна была снести четыре империи. Османскую, австро-венгерскую, а главным образом российскую и германскую. Причем снести так, чтобы германская и российская империи друг друга уничтожили. Аннигилировали. Совершенно верно. Причем идея, что так оно и будет, она уже носилась в воздухе. В феврале 1914 года, за полгода до начала Первой мировой войны, Пилсудский, будущий диктатор Польши, а тогда еще социалист, выступал в географическом обществе в Париже и сказал очень определенно, что вскоре в Европе будет большая война. Сначала рухнет австро-венгерская империя, потом германская, потом русская. Но он напутал немножечко в последовательности. Сначала все-таки рухнула Российская империя, а потом за ней последовали обе немецкие. Но схема была правильной. Это значит, что Пилсудский был посвящен в эти планы. Почему Франция не выступила в поддержку России, не стала стабилизатором на пути вот этих глобальных планов? Дело в том, что Франции как державы после 1815 года не существовало. Франция как великая держава в 19 веке после Наполеоновска – это миф. С 1815 года Франция – это престижная Великобритания. И как только, скажем, французские короли в 1830 году, в 1848 году пытались занять иную позицию, или, скажем, как в 1830 году попытались, например, вдруг улучшить отношения с Россией, их почему-то тут же свергали. И Франция в этом отношении была очень четко пристегнута к Великобритании. Хотя до конца 19 века по Франции были очень серьезные антианглийские настроения, и британцам им пришлось очень серьезно проработать, чтобы эти настроения убрать. Какими способами Британия пристегнула к себе Францию? – Вы имеете в виду уже конец 19 века? – Да даже уже в начале 19, вы говорите 1815 год. – 1815 год Франция потерпела поражение. Франция была финансово несостоятельна. Ну, например, в 1818 году состоялся Европейский конгресс, где шла битва между Берингами, банковской семьей Берингов и Ротшильдов. Кто будет, так сказать, выплачивать французские репарации 270? Кто даст Франции заем в 270 миллионов фунтов, чтобы она выплатила? Франция находилась в финансовой зависимости. Французский король, который и Людовик 18, и Филипп, ну, они были практически марионетками Великобритании. И в этом отношении нужно понимать, что Франция, строго говоря, не была полностью суверенной страной. Еще была одна линия, по которой британцы контролировали Францию. Это масонские ложи. – Вот, скорее, этот, скажем так, канал хотелось бы с вами обсудить, потому что тезисы финансовой зависимости… – Это очень важная вещь, финансовая зависимость. – Дело в том, что я посмотрел еще и перед передачей размеры долгов. Ну, так вот случайно совпало, по другому вопросу смотрел. Размеры долгов Франции сопоставимы с Англией. Поэтому вряд ли тогда французские долги столь серьезны, чтобы быть пристижным. – Но вы учтите, что Франция должна была выплачивать после поражения 1815 года. И это страна, которая потерпела поражение. – Ну, я к тому, что спустя 100 лет, если посмотреть накануне 14-го года, коль скоро наша тема, как раз 14-й год, Англия, Франция примерно одинаково должны… – О, это конец 19-го, начало 20-го века. В первой половине 19-го века ситуация была иной. И что касается конца 19-го века, здесь британцы целым рядом очень хитрых маневров подтолкнули Францию к заключению англо-французского договора, к которому потом присоединилась Россия, в результате чего возникла Антанта. – Так я и спрашиваю, каким образом англичанам удалось уже именно в Первой мировой войне сделать так, чтобы кинуть Россию, а Франция это проглотила? – Дело в том, что Франция не была в таком положении, чтобы что-то диктовать британцам. Это не была страна, которая могла проводить самостоятельную политику. – Это я понял. Это через масонские ложи она была заболена? – Это, во-первых, по линии масонских лож. И была еще одна вещь. Дело в том, что британцы очень интересно сманеврировали в конце 19-го века, загоняя Францию в Союз Великобритании. Сделано это было таким образом. Сначала с помощью римского папы, который задолжал очень сильно Ротшильдам, удалось убедить французов сначала пойти на союз с Россией. Эти действия начались в 1888 году. И в 1992-1993 годах союз был заключен. Следующим шагом британцы, на то он и коварный Альбион, им можно только поаплодировать за это умение. Следующим шагом нужно было заставить понять французов. Вы, ребята, вы заключили союз с Россией, но Россия не так сильна. Для этого нужно, чтобы Россия потерпела поражение. Это было достигнуто с помощью русско-японской войны. После чего Франция, опасаясь Германии, пошла на заключение союза с британцами. После чего в 1907 году к этому союзу присоединилась Россия и возникла Антанта. Но при этом британцы не брали на себя никаких обязательств. Это потом им очень помогло в очень хитрой игре министра иностранных дел Великобритании Грея, который летом 1914 года курсировал по европейским столицам и смог убедить Вильгельма Второго в том, что все, что происходит в Европе, это отношения четырех стран. Германия, Австралия, Англия, Россия и Франция. И он не сказал то прямо, но из его поведения вытекало, что Великобритания будет нейтральной. Если бы британцы только сказали, что они выступят на стороне Англии и Франции, Вильгельм Второй никогда бы не посмел начать Первую мировую войну. Но смысл и был в том, чтобы заставить его поверить в это. И когда началась война, Вильгельм понял, что его обманули, он топал ногами, кричал о проклятых торгашах, но было уже поздно, дело сделано. Да, пожалуй, Грея прямо это сказал, что Англия будет нейтральной. Он же сказал, передал Кайзеру через дипломатических посланников, что буквально такая фраза, близко к тексту, в Европе возникла угроза войны четырех сторон. Да, четырех сторон. Но не пяти. А пятая – это Англия. Ну, косвенно он… Фактически сказал здесь неясного. Но тем не менее он не сказал, что мы будем нейтральны. Поэтому у британцев были развязаны руки, и нужно сказать, что просто недальновидность Кайзера и его стремление разделаться с Францией и Россией сыграли с ним злую шутку. Ну, если сказать, что Франция была под контролем Британии, вы подняли тему масонства, вы не могли бы поподробнее, это же очень интересно. Вы знаете, я думаю, что сама по себе, вот для меня, например, тема масонства не очень интересна, поскольку у нас масонство очень демонизирует, да, есть такой феномен масонства. Более того, в течение 18-го и почти всего 19-го века масонство было, пожалуй, единственной формой организации наднациональных структур мирового согласования и управления. Но с конца 19-го века возникают иные структуры, более адекватные современному миру, иные структуры, закрытые структуры наднациональной мирового согласования и управления. Это группа Ротца «Мы», это группа, или так называемая группа, это общество Милнера, затем это после Второй мировой войны Бильдербергский клуб. Общество Милнера, это случайно не англичанин Милнер? Ну, конечно, англичанин. Это же известный человек. Ну, конечно, но дело в том, что первопроходцем был Ротц, а затем Ротц умирает, значит, и на лидирующие позиции выходит Милнер. Кроме того, там очень большую роль играл автор знаменитой «Estudio of History» Арнольд Тойнби, который был директором Королевского института международных мировых отношений с момента его создания. А во время Второй мировой войны Тойнби был координатором деятельности британских спецслужб. А вы думаете, общество Милнера не масонскую структуру? Вы знаете, само по себе оно, безусловно, не масонская структура. В ней были масоны, но эти структуры были значительно более современными. Там не было вот этой всей атрибутики посвящения. Это были уже, так сказать, структуры совершенно другого времени. Хотя, повторяю, масонство никуда не ушло. Оно, так сказать, пронизывало эти структуры. Но сказать так, что масоны управляли этими структурами, я бы не взялся. Все было сложнее. Хорошо, продолжаем наш разговор. И от 2014 года мы теперь должны перейти в наш 2014 год. Что вы видите здесь подобного в наше время? Одной из главных задач вот этого международного хищнического субъекта в конце 19-го, начало 20-го века было установление контроля над русскими ресурсами. Началась эта борьба в 1884 году с Берлинской конференции. Борьба за русские ресурсы и русское пространство. Ну, мы видим, что и в начале 21-го века наднациональные структуры мирового согласования и управления они до сих пор не решили эту задачу, несмотря на 1991 год. Но единственное, к проблеме ресурсов, к проблеме контроля над русским пространством как зоной ресурсов, добавилась задача установления контроля как над пространством. Потому что в условиях угрозы геоклиматической катастрофы по всем прогнозам, Северная Евразия, то есть территория России оказывается единственной стабильной ресурсообеспеченной зоной. То есть эта зона теперь привлекает внимание как некий резервуар. Кстати, в этом отношении та же Мадлен Олбрайт и другие представители западной элиты, они не скрываясь, говорят, что не слишком ли жирно для русских контролировать такую огромную территорию, которую они не могут освоить. И, кстати, наша пятая колонна им подпевает, говоря о том, что зачем нам территория к востоку от Урала, зачем нам Арктика, мы все равно не можем освоить. Пусть осваивает международное сообщество. Нужно просто понимать, что такое международное сообщество. Это хищнические транснациональные корпорации. То есть эти люди хотят запустить козла в наш огород. Хорошо. Вы говорите, что в 1885 году... В 2004 году была Берлинская конференция. Да, да, да. А почему, говорите, что так поздно? Почему? Разве раньше не было таких целей? Нет, целей по поводу ресурсов не было. Дело в том, что, во-первых, пока на Западе не оформилась индустриальная система производства, не стояла проблема сырья и ресурсов. Кроме того, Россия была слишком сильна. Это могло... Вот эта задача, о которой мы говорим, она могла оформиться при двух условиях. Первая – индустриальная система в Европе, а индустриальная революция в Великобритании закончилась в 50-е и 60-е годы. Собственно, перелом наступил... При том, что революция началась в 18-м веке, перелом наступил в 1840-е и 50-е годы. Если посмотреть английские журналы начала 40-х годов, 19-го века, то там на картинках, на литографиях будут сельские пейзажи. Но уже в журналах 49-50-го годов это будут заводы, фабрики, трубы. И, кроме того, в быт пришла промышленная революция. Это первый аспект. Второе – Россия должна была быть в ином совершенно качестве политическом, геополитическом, чем она была в первой половине 19-го века. Россия после поражения в Крымской войне. Поэтому в 1884 году во время Берлинской конференции был принят документ, согласно которому те страны, которые имеют значительные природные ресурсы и сами их не используют, должны открыться миру. А если они не откроются миру, значит, это нужно сделать силой. И сказано было, что речь идет об Африке. Но про Африку никто бы вообще никаких решений принимать не стал. Пришли бы и все отобрали. Как приходили до этого. Конечно. Это была черная метка России в расчете на то, что молодой русский царь Александр III, а он всего лишь тогда 3 года был на троне, он сморгнет. Но он не сморгнул. И Россию стали втягивать в мировую экономику по другой линии. Ее стали сажать на иглу золотого рубля, что и осуществил вид, тесно связанный с английским финансовым капиталом. Почему вы считаете, что золотой рубль опасен для России, если он был тогда нормой и для Англии, а серебряно-золотой биметаллическая корзина была во Франции? Почему и можно, нам нельзя? Дело в том, что если посмотреть, что писали наши экономисты в конце 19 века, то большая часть толковых экономистов, например, Шарапов, они очень четко показали всю пагубность введения для России золотого рубля. Начался мощнейший отток капитала. Знаете, если мы посмотрим, кто такой, по крайней мере, Шарапов, то это человек, связанный с либеральными кругами, радикально настроенный против царизма, честно связанный с революционерами, действительно, у нас сейчас в современной России Шарапова чуть ли не канонизировали, считая этого образцом патриотизма, но, мне кажется, этот взгляд достаточно наивный. Я далек от того, что считать Шарапова образцом патриотизма, но я точно знаю, что по сравнению с Витте его можно считать образцом патриотизма. Но дело-то в том, что золотой рубль, это ведь, опять же, миф, что это идея Витте, полностью была разработана... Но реализовывал-то ее Витте. Вот в чем дело. Он реализовывал готовые программы, написанные до него. Это не важно. Важно, кто сделал. Планы можно писать какие угодно. Но мы, так сказать, ведь ведем за руку в суд не того, кто придумал, а того, кто осуществил. А вообще-то обоих. Вообще-то берут обоих. Но на самом деле нет. Я просто к чему говорю. Дело в том, что действительно все есть основания считать, что Витте представители пятой колонны. Тут вопросов нет. Но если бы эту идею он придумал, это было бы... Мы не говорим о том, что он придумал. Но важно, кто осуществил. В этом отношении, знаете... Тогда получается, что надо сказать, что Александр Третий был представителем пятой колонны. Не-не-не. Или Вышнеградский. Дело в том, что это идея, это их. Они просто... Нет, дело даже не в том, что это идея. Они разработали все, они просто капилизованы. Вопрос в том, а как была реализована эта идея, и кто выиграл. Я в связи с этим вспоминаю один эпизод из фильма Карена Шахназарова «Белый тигр». Там заканчивается все эпизодом таким Гитлер, который явно по логике фильма, значит, как его показывают, он пережил войну, и он сидит и говорит, я не понимаю, за что на нас обижаются европейцы. Ведь мы сделали то, о чем европейцы всегда думали. Они не любили русских и не любили евреев. А мы это сделали, реализовали на практике. Так тащат в суд того, и ставят в стенки того, кто реализовал на практике. Это хорошо, это если мы говорим о суде. Но мы не в суде, а мы сейчас просто разбираем корни. Мы в суде истории. Да, но мы корни еще разбираем. Просто тогда получается очень странно. Идея золотого рубля Вышнеградского Александра Третьего. Вышнеградский просто не успел, его просто уволили. Вы знаете, возможно, если Вышнеградский реализовывал эту идею. Она была по-другому, да? Поскольку Вышнеградский не был связан с английским капиталом и с Ротшильдами, она сработала по-другому. Создание было не то, что планировало. Скорее всего, да. Потому что Витте был лицом очень заинтересованным. И Витте всегда работал на того, кто больше заплатится. Ну, это понятно. Но от Витте довольно быстро избавились. После этого были же другие лица. Каковцев, например. Дело в том, что от Витте-то избавились. Но, скажем, тот же Каковцев. Ведь очень важен первый шаг. Ты сделал первый шаг. И движется инерция, движется, движется по, скажем, все движется по инерции. Дело в том, что, опять же, нечволодовские книги, они тоже, они достаточно агитационные. Они не подтверждаются статистике. Когда он писал, он многого не знал. Потом мы много узнали. То, что потом вскрылось. Он понимал полковником, что генштаба, но все-таки это не экономист. Да, понятно. Но результат. Мы имеем на лицо результат. Вопрос лишь в том, результат от этого или от другого? Может, от другой причины? Я думаю, что вообще результаты конкретные всегда зависят от конкретного исполнителя. Можно что угодно придумать. Например, все расистские идеи придумали британцы во второй половине XIX века. Но реализовали-то их немцы и реализовали так, как могли реализовать только немцы. Ну, что же, как говорил Тирпиц, он же оценивал немецкий менталитет. Он говорит, что немцам свойственно фантастическое представление о политике, которая все время колеблется между двумя крайностями. Между страхом величия и упоением величия. Знаете, у немцев еще есть одна вещь. При том, что это народ, у которого много достоинств. Но есть еще одна черта. Я ее проиллюстрирую сначала, а потом мы определим, что это такое. Есть такое место в Брянской области, Хацунь. Это место, где немцы расстреляли 120 человек взрослых. Но после них осталось еще 62 ребенка, после этих взрослых. А это был уже октябрь. И генерал, который руководил всем этим, он пишет отчет в Берлин и пишет следующее. Учитывая, что дети остались без присмотра, что грядет зима, деревня сожжена, им негде жить, будет холодно. И им неоткуда взять еду. Мы приняли решение детей расстрелять. И дети были расстреляны. От 3 до 12 лет 62 ребенка были расстреляны. Вот это и есть одна определенная сторона немецкого менталитета. Думаю, что ни французы, ни англичане так бы, скорее всего, и не поступили. Они бы, наверное, оставили бы, может, дети умрем, но они... Вот это и есть немецкий порядок. То есть это с их точки зрения гуманизм. Вы знаете, это вот как убийство жирафа датчанами. Такой протестантский гуманизм. Давайте его убьем, а еще попросим детишек посмотреть. Это урок анатомии будет. Специфическое, да? Да. Что за гранией доброй зла, как Ницше говорил. Да, да, да. Действительно, с немцами вот такая черта много раз играла злую шутку. И Германия в итоге получила то, что получила удважно. Да, и в этом отношении Германия – это страна, которая выигрывает все сражения, кроме решающего. Кроме войны. Да. Решающие исследования по поводу негибкости я вам могу привести элементарный пример. Вы знаете, был план Шлиффена. Был. В 1914 год. Причем Молькин-младший сказал Кайзеру, план плох, но он принят, и мы должны его выполнять. По этому плану Германия должна была за 40 дней разбить Францию и потом обратиться против России. Почему 40 дней? Немцы предполагали, что русские будут мобилизовываться 40 дней. Потому что войну нельзя начать не отмобилизовавшись. Да, но Россия мобилизовалась раньше. Нет, Россия начала наступление в Восточную Пруссию. Не подготовлено. Не проведя мобилизацию. Поэтому Раненкамп и Самсонов двинули по Восточной Пруссии. Вот это и есть непросчитанность. То есть, дважды два – четыре. А на войне бывает иногда не дважды дважды два, не четыре, а пять с половиной или три с половиной. Как выйдет? Да, и на то, что даже не дважды два. Там просто действует другая логика. Конечно. Неподвластная арифметики. Но мы вновь возвращаемся в наши дни. И что же для России вы видите? Вот контроль за ресурсами, вы сами сказали, это и есть цель Запада, цель мировых сил. Есть еще одно поразительное сходство между началом XX века и началом XXI. Если, начиная с периода, ну, межвоенного периода, между Первой и Второй мировой войной, и до 80-х, пожалуй, до 70-х, 80-х годов XX века, социальный разрыв между богатыми и бедными уменьшался, с 80-х годов начинается обратный процесс. И в этом отношении вот сейчас мир как будто вернулся в самое начало XX века, перед войной 1914 года. Колоссальная социальная поляризация между богатыми и бедными, которая растет. Эксплуатация усиливается. То есть мир как бы вернулся в начало XX века. Это не значит, что завтра будет Третья мировая война. Мировых войн типа Первой и Второй, я уверен, больше не будет никогда. Если и будут войны мирового типа, они будут скорее похожи на Тридцатилетнюю войну, то есть такая с 1618-48 годов. Это такие очаги, точечные очаги, которые связаны между собой в пространстве и времени. Но, тем не менее, сама по себе обстановка, когда контроля становится в мире все меньше, очень напоминает начало XX века. Хотя, с другой стороны, наша эпоха напоминает сразу несколько эпох и XIV-XV века. Но, тем не менее, параллель 1914-2014, безусловно, имеет место. А почему вы говорите, что контроля становится меньше? Слабеет национальное государство. И ясно совершенно, что над национальной структурой мирового согласования и управления их задача дестабилизации. Кроме того, дестабилизации крупных политических образований. Кроме того, как заметил организатор и первый руководитель Стратфора, частного ЦРУ, его так называют, Фридман. Он откровенно написал в своей книге, ближайшие 100 лет книга называется, он откровенно написал, что главная задача Соединенных Штатов Америки – это дестабилизация Евразии, так, чтобы там никогда не возникло крупное государство или союз крупных государств, способных бросить вызов Америке. То есть, дестабилизация идет по двум линиям. С одной стороны, она идет сама по себе из-за ослабления национального государства и глобализации. А с другой стороны, это совершенно сознательный курс Соединенных Штатов Америки для Евразии. Ну что же, мы передачу сейчас завершим. И хотел бы услышать ваш прогноз на развитие России в этих новых условиях. Новых старых условиях. Ну, дело в том, что после Крымской Виктории у России, в общем-то, остается наиболее вероятным курс развития, подбирать наши пяди и крохи, которые мы потеряли. И это будет означать дальнейшую конфронтацию с Западом. На основе той ублюдочной неолиберальной экономики, которую пытались строить с 1991 года, эту конфронтацию не то, что выиграть нельзя, ее развивать нельзя, потому что на воровской основе не побеждают. Значит, у России остается единственный путь в условиях напряженности в отношении с Западом. Это мобилизационная экономика. Но мобилизационная экономика сама по себе не может возникнуть. Это означает мобилизационная система. И это единственный вариант для России. Другой вариант – это поражение от Запада и распад страны. Какие есть основания для оптимистического прогноза? Для оптимистического прогноза? Для меня очень большое основание для оптимистического прогноза – наша Крымская Виктория. Потому что пройдена точка невозврата. В этой ситуации у руководства страны другого варианта – сохранить свои позиции, кроме как двигаться вперед-вперед-вперед, больше нет никаких. Так что основа для оптимизма – это представление о том, что у людей есть чувство самосохранения. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо. На этом мы наш эфир завершаем. Спасибо. В студии был Андрей Леичфурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Продолжение следует...